25-й открытый фестиваль телекомпаний Московской области «Братина» подвёл итоги одноимённого добровольческого проекта. Его реализовал Союз журналистов Подмосковья и общественное движение «Братина» на средства гранта, предоставленного Российским фондом культуры. Проект стартовал 1 июня. Его участниками стали сотрудники подмосковных телекомпаний. Журналисты изучали состояние памятников истории и культуры, народно-художественных промыслов, музеев, библиотек, проводили исследовательскую работу, учили создавать качественные видеоматериалы в сфере культуры. Творческие работы оценивало жюри во главе с тележурналистом, руководителем Дирекции специальных проектов общественного телевидения России Сергеем Ломакином. На торжественной церемонии награждения победителей творческих конкурсов присутствовали также председатель Российского союза журналистов Владимир Соловьёв, первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике области Иван Вяткин, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. Братина совершенно уникальный формат. Я очень много езжу по стране, такого больше никто нигде не делает. Это объединение информационного пространства, телевизионного информационного пространства в Подмосковье, оно, конечно, должно продолжаться. И многие годы Союз журналистов России и Союз журналистов Подмосковья этот форум поддерживали и будут поддерживать дальше обязательно. Вот честное слово. Участников Братины приветствовала председатель правления Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, руководители ведущих бизнес-изданий. Культуре журналисты посвятили самый динамичный и непредсказуемый конкурс подмосковного фестиваля Братина. Репортаж с колёс. Съёмочные группы и телекомпании области выполнили редакционное задание, подготовили к эфиру репортажи о работе Сергеева Посадских музеев и библиотек. По результатам зрительского голосования сюжет Щёлковского об историческом отделе Государственного историко-архитектурного музея-заповедника занял третье место. Диплом третьей степени жюри фестиваля присудила ТРК Щёлкова в номинации «Лучший презентационный ролик об учреждениях культуры» за материалы Щёлковской центральной библиотеки. Но это ещё не все трофеи, завоёванные нами на Братине. Специальный приз самому активному участнику фестивального движения, учреждённый в памяти о вице-президенте Братины Александре Гавриловиче Новикове, статуэтку Гаврилыч, Ордкомитет вручил генеральному директору телерадиокомпании Евгению Докукину. Он подчеркнул, что награда – результат работы всего коллектива телерадиокомпании. А главный приз жюри присудила не видеоработе, а целому коллективу телекомпании «Тонус» за принципиальную позицию по сохранению фестиваля Братина.